Я не успел. Можешь еще разок? Я теперь мокрый в говне, но зато счастливый, как все. Мы едем в начале в деревню, которая называется Дуишу. Дуишу это платформа, где смотреть специальный восход в деревне Шэн. Не видела на карте Шэн? Это пан-джи-хуа, это пан-джи-хуа. Я не знаю, почему. Тема, почему-то по каким-то непонятным причинам тут написано пан-джи-хуа. Идея говорит? А почему? Мы же очень далеко, мы же очень далеко. Потому что это Иваново, были в одном Иваново, а сейчас в другой Иваново. Дети пытаются всунуть мне яйца. Это не озера, это так рис выращивают, это рисовые поля. Сажают рис, ручками каждый кустик чмок, чмок туда. Сейчас вот период заливания риса водой. Потом вода спустится, рис будет расти, потом он будет красиво цвести. Каждый месяц какая-то разная картина. Сейчас вот мы видим зеркальные отражения в этих рукотворных озерах, а месяц назад и всё было жёлтое. Вон ещё один человечек по самому краешку идёт, смотрите. Вот он в Контражуре на фоне отражения. Музыка А почему там столько много людей, а здесь никого? Ну, здесь же гораздо красивее. Действительно, вполне терпимый, достаточно сносный вид. Мне нравки. Мне здесь очень нравится, здесь очень красиво. Так как это пощупаешь, у меня рука не дотягивается. Вполне возможно, что это инопланетяне прилетели и научили китайцев. А может, сами китайцы инопланетяне. Оно на природное-то не очень похоже, мягко говоря. Ой, а тут давно они это начали. Видимо, первых людей согнали с равнины, где не надо стараться, где просто вода стоит. И они пришли сюда в горы, а есть такая проблема, что вода, она вот на наклонной плоскости, она не держится, она вниз стекает. И люди почитали репу, вспомнили, что без риса они жить не могут. И разровняли все эти горы, превратив их в горизонтальные площадки и используют для рисового... Вот это выращивание риса уже несколько тысяч лет. А какое-то время назад ЮНЕСКО спохватилось и сказала, что это культурное наследие человечества и выдало им почетную доску. Поэтому снизу там фермеры, в смысле крестьяне на буйволах рис, эти самые каналы делают и рис сажают. А сверху стоят такие туристы с телевиками, дебилы такие. И таких крестьян со смотровых площадок расстреливают. Так вот и выглядит современный мир. Это книжка-раскраска обре Берцлия. Нет, нет, извини, но у него более кругленькое все. Он никогда не делает таких нервных штук, вот таких вот движений. А потом хозяйка подходит ко мне и показывает так... Маленькие, маленькие. Я не могу рассказывать смешно о свиньях, это серьезно. И надо же проявить хоть к чему-то уважение. Каждый раз, когда у меня возникают контакты с детьми, когда я учу их рисовать, рассказываю о христианской религии или укладываю спать, Петя отворачивается и убегает. Большая досада, потому что это могло послужить примером кому-нибудь еще. Я не претендую на то, что вот моя благотворительность это какое-то великое дело. Я считаю, что это норма. Кто этот малыш на шпагате с коленями в обратную сторону? Сто баллов. Это безупречно. Да. А в Китае большинство есть листойки... ... 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 А это я не помню. Какой язык официальный Бразилии? Мы это обсуждали. Я уронила... Ну, короче, по-ругальски. Для пущего ума пусть будет. Назови официальный язык ЮАР. Я думаю, что там 11 официальных языков. Я про что я говорю. Назови официальный язык США. Все ваши версии, чтобы просто время не тянуть? Нет, на какой же ответ? В США нет официального языка. Это все переживают украинцы. Которые у них и высказали. И ручки. Где Яша? Вон там он. Мы опоздали, нам отказались делать билеты. Алло, мы все стоим у паута.